Дорогие друзья, огромный вам привет! С вами ваша любимая и наша обожаемая компания Майнер Ворлд. Меня зовут Владимир. И сегодня я хочу рассказать вам о такой огромной теме. Мы не будем рассматривать ее от и до. Мы просто немножко поговорим, я вам немножко расскажу о такой теме, как разгон майнера. Какой-то волшебный аппарат, который нам прислали с космоса. Перед нами стоит майнер, который может давить 42-х. Это его вычислительная мощность. Зачастую, как и наши автомобили и прочая-прочая техника, у них мощность ограничена. Для того, чтобы они работали больше своего гарантийного срока. То есть, если компания BitMind говорит, что наши устройства проработают год без проблем, зачастую 17-я серия до сих пор в бою уже больше трех лет прошла от некоторых моделей. И точно так же наши автомобили. Они просто в некоторых мощность программно снижаются. У нас, допустим, есть автомобиль, у которого под капотом 100 лошадей. Мы просто прошиваем новую прошивку, то это там чип-тюнинг, то есть делают. У нас уже раз 120. Откуда они там берутся? Это просто снимаются некоторые программные ограничения. Программно мы можем немножко разогнать, что машину, что антмайнер, что, условно говоря, любой компьютер. Программно просто даже процессор меняется вольтаж, меняется частота, и он начинает отдавать больше мощности, то есть потреблять больше мощности, отдавать больше вычислений, больше греться, ну, все эти процессы, то есть увеличиваются. Увеличивать скорость работы, силу работы и так далее. Ну, с автомобилем точно так же. В целом, если мы делаем это программно в допустимом производителем уровне или прочее, то есть мы особо не вредим машинке. Но если мы хотим, чтобы наш аппарат отдавал нам больше мощности, тут уже надо прибегнуть к некоторым доработкам его. Как везде. В процессоре докидываем лучшее на охлаждение. В машине там вообще все сложно. Там одно за другое цепляется. Пытаешься поставить турбину, нужны новая топливная система, форсунки, бак, охлаждение. Там все вообще связано. Точно так же и в Асике. Асик не будет использовать какой-то другой алгоритм или еще что-то. У него всегда один алгоритм. И все, что он может делать, это делать это быстрее, в несколько раз. У него изменяется тактовая частота его работы. Ну и отсюда уже начинаются некоторые вытекающие. Делая чуть больше операций за то же самое время, он, соответственно, хочет потребить больше энергии. Так как переходы рассчитаны уже на определенные напряжения, то есть напряжение мы поднимать не можем. Мы можем поднимать ток, и тот незначительно. Но тут уже такая кривая. Можно чуть-чуть поднять напряжение, чуть-чуть тока, и в итоге в два раза поднять мощность. Ну, так, условно говоря. Программно. То есть мы все знаем, что, допустим, 42-хэша от 54-х в отличаются тоже только программно. Блок питания у нас один и тот же используется, контролька. Платы тоже используются точно такие же, но конфигурация плат. А вот чипы там уже устанавливаются по выборке на заводе. То есть есть чипы более удачные получились, менее удачные, совсем неудачные, они в выборковку уходят. Вот. И в соответствии с этим уже комплектуется плата. Будет давить 42. Завод с газетой я посчитал, будет работать столько. Мы можем абсолютно спокойно эту машинку взять и на родной прошивке, на родных платах, то есть взять дампы с плат уже там с полтинечка, закинуть сюда, он нас будет давать свои 50. И, скорее всего, он на этих 50 даже отработает свое гарантийное время, то есть там год. Но дальше уже нет. Дальше нет. Что для этого нужно? Есть несколько стадий разгона. Как я сказал раньше, нам нужно всего лишь повысить частоту, и он будет работать лучше. Нужно поднять напряжение и ток. Если вы уходите в переделку майнера за рамки, которые предлагает BitMine на своих высших сериях, вам уже нужно доработать блок питания. Чудесным образом при помощи помощников магии монтажа у меня в руках материализовался блок питания открытый. В целом практически все детали здесь стоят с запасом мощности, но есть некоторые пороги. А это, а именно, PFC-корректор. Ключи ставятся мощнее, которые точно по такой же структуре идут, точно так же работают. Возможно, даже я находил этого же производителя, но который уже переваривает, условно говоря, не 20 А ток, а, условно говоря, 30-35. Меняются ключи в обоих PFC-корректорах на обоих блоках. И, соответственно, меняются уже ключи, которые раскачивают трансформатор. Инверторная часть. Точно так же ставятся более мощные ключи. И в целом уже этот блок у нас будет способен переварить мощность такую. Но мы упираемся немножко в другие ограничения. Допустим, PIC-контроллер. Вот он через FANQ смотрит. Здесь есть делитель напряжения. И он смотрит, сколько здесь. Мы его в данном случае немножко обманываем. В обратную связь мы допаиваем резисторы определенного номинала. Зависит от каждого блока. И он уже, получается, когда здесь должен выдавать 14 вольт, выдает 15 вольт. Но думает, что выдает 14. Ну и, соответственно, у нас уже контрольная плата уже рассчитана на 15 вольт. Но чтобы все сильно не переписывать, делается это так. Блок питания мы можем сравнить как с доработкой топливной системы, наверное, автомобиля. То есть, чтобы у вас большее количество топлива проходило через ваши камеры сгорания, вам нужно увеличить насос, трассы, сечение магистрали, форсунки. И вот это у нас система питания майнера. Ее при более таком сильном разгоне надо обязательно увеличивать. Следующее. Контрольная плата. Этот элемент, просто как технический элемент, мы оставляем полностью без изменений. Не мы. Те, кто занимается разгоном майнера. Это отдельная тема. Он остается без изменений. Меняется здесь только прошивка внутри него, которую уже можно оперировать. Конкретно это контрольная плата у нас от S19J. На них, ребята, насколько я знаю, не научились еще родную их прошивку взламывать. У нее слишком сильная защита стоит. Делается просто. Сюда заливается прошивка от 17+. Объясняет ей, что вместо 65 чипов она должна видеть там 78, 124 и так далее. В зависимости от майнера, на который льют ее. И уже дальше разгоняют, играются напряжениями, параметрами и так далее. То есть на контрольной плате ничего не меняется. Ставится только прошивка. Меняется прошивка, которая уже умеет работать с системой, которую мы разгоняем. Прошивок очень много разных. От разных компаний. Все они без исключения берут свой процент. Мы не в розовом мире живем. То есть и люди, которые пишут прошивку, заказывают, делают. Они это делают для того, чтобы зарабатывать. Поэтому все прошивки на сегодняшний день берут свой процент. Кто-то честно говорит, ваш майнер будет давить там, условно говоря, вместо 60-80. Мы там имеем столько-то. Кто-то говорит, будет столько-то. А по факту он гонит все 90, просто отображает по-другому. И хозяину прошивки уже немножко больше отваливает. Тут уже это еще одна отдельная тема. Мы когда-нибудь на нее тоже поговорим, если у вас будет огромное желание. Просто огромное целое ответвление, огромная тема. Если у вас будет желание, пишите в комментариях. Мы посмотрим, увидим желание. Соберем всю самую свежую информацию, которая есть на сегодняшний день по прошивкам на рынке. Как-то саккумулируем, немножко проанализируем и расскажем вам об этом всем. Здесь меняем, все делаем и подходим к платам. Плата. Плата здоровяка. Большая такая. То есть это у нас, по-моему, S17E. Да? Да. Ну, такая только S17E. В платах тут уже тоже зависит от глубины тюнинга. Насколько вы хотите больше давить. Основная проблема какая? Чипы мы работать быстрее заставили. Питание мы им подали, то, которое им нужно для этой работы. И получаем мы с вами такую штуку, как нагрев. Ну, все закономерно, все. И что нам нужно? Нам нужно остужать эту плату. Чипы заставить на определенной частоте работать мы заставили. Питание для этого мы им подали. И как побочный продукт мы имеем выделение тепла на этих самых чипах. И дальше наша задача остается только охладить плату. Здесь опять ветка. Кто как делает. Есть много вариантов, начиная от переделки плат. Радиаторы меняются на другие радиаторы. Более массивные, более теплоемкие радиаторы, которые у них шире взаимодействия с воздушной массой. Но зачастую при более мощном разгоне ребята не ограничиваются охлаждением воздуха и сразу кидают плату в иммерсию. То есть в целом, в целом, как решение, очень хорошо. Среда, то есть не воздух касается радиатора, а жидкость. Просто что такое иммерсионная жидкость? Это любая жидкость, которая не проводит ток. Есть более дорогие решения. Там отрема, сухая вода. Такие никто у нас не использует, наверное, нигде. Есть самые дешевые, что-то типа трансформаторного масла. Правда, чем дешевле жидкость, тем больше проблем вы приобретаете. Потому что более дешевая жидкость, она начинает взаимодействовать с, например, оловом. Здесь немножко, не олово, здесь используется сплав такой, легкосплав. Что-то между розешкой и оловом. Она начинает взаимодействовать именно с пайкой, с оловом. И через какое-то время олово окисляется. И целиком с деталью, целиком с радиатором просто отваливается и все. Но эта тема еще для одного отдельного видео. То есть, как и сказал, мы быстренько, вкратце и пробежимся. Что такое разгон, плюсы, минусы и так далее. Ну, в целом, все, что нам надо. Заставить работать, обеспечить питанием и забрать тепло от майнера. И тогда он у вас уже будет давить не 42, а там, я думаю, Т-17, я думаю, гонят до 70 тира хэш. Ну, в таких жестких условиях, пожалуйста. Плюсы и минусы. Плюсы этого мероприятия. Машинка окупает себя быстрее. Если она гонит 42 тира хэша, она зарабатывает на сегодняшний день, по-моему, порядка 18 тысяч. Поднимаете ее до 60, и у вас уже 27-28. То есть, там цифры всегда прыгают, цифры разные. Вопрос в том, что машина себя быстрее окупает. И, допустим, вы купили новую машинку. Ну, Т-17 вряд ли, но ведь новую там, С-19, да? В среднем у вас период окупаемости на сегодняшний день, по-моему, считали порядка 18. Месяцев около того. Вы ее разгоняете, покупаете прошивку, дорабатываете. Это все платные процедуры. Организовываете там ванны и так далее. И она у вас начинает работать там, условно говоря, в полтора раза быстрее. Гораздо быстрее себя окупает. Но тут же вытекает минус. То есть, для баланса вселенной у нас где плюс, там подходит минус. Если машинка новая, с завода, вы ее поставили в розетку на воздухе и гоняете, как вам то советует завод-изготовитель, то она у вас работает от двух лет. И она окупает себя за это время и дальше еще на себя такую же зарабатывает. Если вы покупаете машинку, ставите, за год ее отжимаете, пока она живая, чистите, красиво продаете. То есть, ну, вас многие не любят, но вы выигрываете. Поэтому тут каждый уже для себя решает. Плюсы. Какие плюсы? Плюсы. Машинка быстрее себя окупает. Минусы. Минусы это риски. Риск потерять машинку в целом. Машинка может совсем умереть. Плата. Чип один перегрелся. Дырка в плате. Все, плата больше не работает. Все. Вы прогорели, получается. Ну, плюс еще минус. Вам надо затраты на переделку. Но, как правило, это в условиях фермы и так далее, это статистическая погрешность. Она не берется в расчет. Как-то быстро пока рассказывал, отклонился от плана про аналогии. Но я думаю, тут всем все понятно. Любое устройство, если вы от него требуете больше, чем оно может дать вам, то есть в нормальном режиме эксплуатации, оно умирает быстрее. Со всей техникой так. И майнер это не исключение. Это не какой-то волшебный аппарат, который нам прислали с космоса. Это обычный земной аппарат, который так и работает. Все. Разгонять машинки можно все. Как и любое устройство, все машинки разгоняются. Самое главное при разгоне майнера. Если вы вдруг решили разогнать свою машинку, обходите стороной большинство форумов, мега-майнерщиков, где там вчера поймал слив, делюсь с вами, дарю, прошивка, потребляет в два раза меньше, дает в два раза больше. Все, что вы себе заработаете, это мертвую контрольку с вирусом, которую вы потом принесете и скажете, то есть пулы не могу поменять, то есть или в три часа ночи сама меняет пулы, то есть там, ну все. Это все, что вы заработаете на этих форумах. Прошивки все, если вы уже взялись и решили это делать, официальные сайты, тот же ВНИШ, МСК, находите официальный сайт и качайте только оттуда. Никаких зеркал, форумов, даже я бы у знакомых не брал. Вот там вас, там с вас будут брать деньги только та компания, у которой вы скачали. Качая в другом месте, вы будете отдавать и той компании, и тому человеку, кто ее выложил. Себе уже ничего не останется. Чтобы разогнать чуть-чуть, вам нужно чуть-чуть поменять прошивку. Чтобы разогнать сильнее, вам нужно доработать блок питания, вложить в машинку. Два важных правила. Первое. Делайте это с умом. Если у вас нету своего ума, чтобы так сделать, обратитесь к профессионалам. Вы в два раза меньше заплатите, следуя всем известной поговорке. Лично еще такое мое мнение. Если бы я брался за разгон, я бы, наверное, никогда не брался за разгон бэушных аппаратов. Они и так уже отжаты, и так уже пожили свое. То есть новый аппарат, когда ты его гонишь, его как-то можно спрогнозировать, его поведение и так далее. То есть с бэушным это вот 50 на 50 и все. Либо будет работать, либо не будет работать. Точно так же, как с машиной. Если вы берете новую машину с салона, вы понимаете запас прочности этой машины. Насколько можно ее нагрузить, чтобы она не сломалась. Если вы берете бэушную машину, вы не понимаете, что там внутри. Вы не понимаете этого запаса прочности. Ваш разгон будет терпеть неудачу. Поэтому новые аппараты с умом можно разгонять. А бэушечку я бы не советовал. Ну, мое мнение. Было краткое, небольшое включение по поводу темы разгона. Почему мы это сделали? Тема разгона очень интересная. Как нашим зрителям, так и будущим нашим зрителям. Кто наткнется на все это дело в ютубе. Разгон это огромное дерево. То есть начиная там от блоков питания, прошивок и так далее. Поэтому совместными усилиями в комментариях выбираем путь для следующего видео. Что вы хотите знать? Задавайте свои вопросы. Желательно очень внятно. Мы их все читаем, группируем. Если у нас появляется много вопросов с одной темой, мы такие, опа, вот это интересно, это надо рассказать. Все, смотрим, анализируем, изучаем, рассказываем. Огромное вам спасибо, что посмотрели наше небольшое включение. Обязательно переходите в комментарии. Если не если, я многое не рассказал в этом видео. Вот что вам именно интересно. То есть пишем в комментариях и мы вам об этом расскажем. С вами была компания Майнер Ворлд. Меня зовут Владимир. До новых встреч. До новых встреч.